Бытие, 46 глава Иосиф Своей рукою закроет глаза твои. Яков отправился из Версавии. И повезли сыны Израилевы Якова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет. Яков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Я пропускаю от 8 до 25 стиха, ввиду того, что здесь перечисление имен. И продолжаю 26 стих, 46 главы. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Яковлева, перешедших в Египет, семьдесят. Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиле Иосифу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, я пойду, извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле Хананской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них привели они. И если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы на вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Пастухи овец.